Вопрос такой. Что общего у артиста Беляева с Иосифом Кобзуном? Борода. Борода, раз. Песня. Песня? Песня. Какая? Моя жизнь песни, но сейчас вот пелись. А, в этом смысле? Ну, знаете, если бы я мог петь так и столько, сколько спел он, я бы точно здесь не стоял бы и не разговаривал бы. Я бы пел. Я бы без конца пел. Уникальный совершенно человек. Вот со мной приехали мои коллеги, мои любимые коллеги, которые были знакомы с ним, работали с ним вместе. И, ну да, я тоже как-то был однажды представлен, но я никогда не работал с ним, но имел возможность наблюдать. Человек в фантастической работоспособности, невероятной работоспособности, с невероятно живым голосом, не утрачиваемым ни от возраста, ни от болезней. Фантастика. Это не то, что нас с ним объединяет. Совсем не то. Но, знаете, вообще половина ответа на мой вопрос в том, что вы сказали, есть. Есть такая певица, исполнительница и автор, которую вы можете знать под именем Любаржа. Успенская. Нет. Нет, Любаржа. Ее зовут Таня Залужная. А Любаша – это ее псевдоним. Так вот, ее песни пели и поют, вот начиная с Кобзона и заканчивая, вот, артистом Беляева. Можете себе представить. Так сложилась случайно моя жизнь, что я с ней познакомился, с Таней, и даже участвовал в ее таком концертном спектакле. Я там, правда, читал стихи, но Таня разрешила мне исполнять пару своих песен. И вот одну из них, которую исполнял Иосиф Давыдович, я вам сейчас напомню. Едатюка, пожалуйста. Юная снежинка на моих губах У тебя лишь вечность всего, у меня лишь вечер всего. С Богом отпускаю, на ветру кружись. Жаль, что опоздала, ты ко мне на жизнь. Ты меня ласкаешь, я тебя люблю. Ночью ты растаешь, утром я уйду. У тебя лишь вечность всего, а у меня лишь вечер всего. И тебя желая, я тебе желаю всего. Ты еще не знаешь всего, я уже не знаю всего. И тебя желая, я тебе желаю всего. Ты еще не знаешь всего, а я уже не знаю всего. И тебя желая, я тебе желаю всего. И тебя желая, я тебе желаю всего.